Добрый день! Давайте с вами сегодня посмотрим тему недвижимости, приобретения недвижимости, покупки квартиры. Один из самых популярных раскладов на моем канале. Не знаю, действительно ли по интересам, либо по алгоритмам YouTube, чисто случайно. Продвижение именно данного видео я вам оставлю также ссылку на него в комментарии, если кто не видел. А мы обновим информацию, потому что все меняется. Может быть, кто-то уже вторую квартиру захотел купить или расширить свои жилищные условия. В любом случае, мы сейчас хотим посмотреть вопрос приобретения недвижимого имущества. Возможно, это будет осуществить в ближайшее время. Невозможно. При каких обстоятельствах. Какие подводные камни, что мешает, что поможет. И так далее. Кстати, недавно выходил расклад на моем канале о переезде. Тоже ссылочку оставлю вам на это видео. Может быть, получится взаимосвязанная тема. Не знаю. Может быть, для кого-то та тема будет также актуальна. Итак, покупка недвижимости. Покупка недвижимости. Возможно ли в ближайшее время? Смотрим. Основные моменты, исходные точки. Так. Отшельник. Переезд. Так. Ситуация двоякая. Даже несколько странно. Кто-то действительно расширяет свою жилплощадь по десятке кубков. А кто-то стремится уйти в отшельники. Например, это взрослый ребенок, который съезжает от своих родителей. Сложно тут понять, потому что между этими картами как раз стоит шестерка мечей, которая свидетельствует о расстоянии, о переезде, о поездке. То есть кому-то стало слишком тесно в его жилище, как вот здесь. Человек практически упирается головой в потолок. Он весь сжался. Ему негде развернуться. Ему хочется расширить свое пространство путем отселения от большой семьи, вероятно. И кто-то хочет там отделиться, выделиться, быть один по отшельнику. А кто-то хочет тоже расширить свое жилье, жилплощадь, потому что семья растет. Ну, я думаю, что вполне себе, да, для большинства вариантов. Карты как нельзя выпали, как нельзя лучше характеризующие, наверное, мотивы большинства для переезда. Хотя не только это. Не то, что переезда, да, приобретение квартиры. Почему мы хотим купить квартиру? Потому что либо нам тесно, и мы хотим жить одни, либо нам тесно, и мы хотим жить все вместе, но в более просторном помещении. Итак, развитие ситуации. Покупка квартиры. Как она будет идти? Как она будет продвигаться? Так, дело пошло. Уже сразу скажу по колеснице. Деньги есть, кстати говоря, финансовые возможности будут. Король Пентакли. Для большинства людей здесь не стоит вопрос в деньгах. То есть есть деньги, есть возможность приобретения этого жилья. Давайте посмотрим, каким путем. Король Жезлов, Двойка Мечей, Двойка Жезлов, Двойка и Двойка. Это как из двух источников доход. Очень, знаете, сразу пришло на ум, особенно то, что касается расширения семьи. Часть денежных средств семья берет от продажи старой квартиры, часть, может быть, использует, например, популярные там. Я не буду называть название пособия, я думаю, в принципе, всем он будет понятен. То есть это какая-то финансовая поддержка либо от других родственников, либо от государства, да, может быть, по каким-то программам для семьи и так далее. То есть это из двух источников доход. Поэтому как бы хватит финансов. И я не вижу тут заемных средств, я не вижу здесь кредитов. Давайте все-таки посмотрим про кредит, да, если кто-то хочет взять ипотеку. Потому что для основного количества смотрящих я вижу, что достаточно финансов, скажем так, собственных средств, да, не заемных. Но все-таки давайте посмотрим вариант для ипотеки. Шестерка Жезлов – это успех. То есть, да, вот если для кого-то все-таки стоит вопрос в взятии заемных средств, то, конечно, такой вариант возможен. Рыцарь Пентакли. Но единственное, что может затянуться во времени. Вот здесь у вас будет не устраивать быстрота, да, выдачи вот этих самых заемных средств. Будете недовольны, да, вот, может быть, рассмотрением вашей заявки по Пентаклим движется медленно. Да, получите, но хотелось бы быстрее. Поэтому я уже сказала, для основного количества смотрящих хватит собственных средств. Если все-таки заемные, вот так выделим их, то да, но туго дело тут будет идти. Итак, давайте посмотрим, что это будет за жилье. Будет ли оно удовлетворять вашим требованиям. Придется ли вам идти на какие-то уступки рассматривать. Может быть, те характеристики помещения, да, которые вы не очень хотели. Ну, то есть, придется ли вам идти на уступки. По метражу, по количеству комнат, по району, да. Вот такое вот посмотрим, вообще, будет ли вас устраивать это жилье. Либо придется соглашаться или искать какой-то другой вариант. Так вот, устраивает. Будет ли устраивать тот вариант, как абсолютно да. И даже солнце выпадает. И даже не будут дополнительных карт, да. То есть, я так скажу, это квартира вообще вашей мечты. Особенно за эти деньги, да. То есть, конечно, пределы финансовых возможностей у всех разные. Но, как бы, вот на эти деньги это будет прекрасный вариант для вас, который вас будет очень радовать. Вот, вот прям вот будете радоваться. Хороший такой расклад. Что еще? Что еще дополнить? Что еще? Ну, давайте посмотрим, что поможет, да, и что будет мешать, какие препятствия. Давайте, что поможет и какие препятствия будут на пути к осуществлению задуманного. Что поможет? Интересно. Какое-то разрушение старого порядка, когда по-другому уже невозможно. А, возможно, обстоятельства будут вынуждать. Какие обстоятельства? Ну, кстати, как вариант появления ребенка, потому что Паша в том числе характеризует ребенка, особенно вместе с картой праздника, с кубковой мастью. Это радость от Паша Жезлов, от появления ребенка долгожданного, да. То есть обстоятельства вынуждают, что поможет. Ну, как бы башня, она как помогает? Она заставляет, да. То есть если, может быть, не было этих обстоятельств, вы бы и сидели ровно там, где сидели. А вот здесь появление нового члена семьи, это для большинства, это то, что сразу считывается с этих карт, это что поможет, что заставит, да. Вот карты, башня, она переформулирует эту позицию. Она не помогает, она заставляет. Ну, тем самым заставляя, она помогает, да. Поэтому здесь вот так. Если для кого вопрос появления семьи не актуален, это, знаете, как посмотреть, как у кого-то другого, как хорошо. И вам хочется тоже так же, да. Ну, здесь может присутствовать некоторая доля зависти, но это вот в любом случае как бы восхититься, возрадоваться каким-то вариантом, который вы где-то подсмотрели. Может быть, в рекламе, может быть, у друзей, и вам захотелось так же. И вот оно будет вас подзуживать, это чувство легкой зависти такой, да. Не черной зависти, но говорят, что зависть белой не бывает, но тем не менее, что вот такой вариант для тех, у кого увеличение семейства не актуально. Ну, и опять же, для тех, кто, если взрослый ребенок хочет съехать, как я уже сказала, от родителей, например, да, то это тоже жить своей веселой жизнью, может быть, студенческой, может быть, нет, просто жить свободной жизнью, свободной от родителей, от своей семьи, либо вообще, так сказать, не обремененные там какими-то обязательствами, да, перед кем-то приходя домой, чувствуя себя свободно, может быть, там праздники кто-то собрался устраивать ежедневно, не знаю, может, и такой вариант. Ну, то есть, как бы, уйти в легкую, в праздную жизнь, когда никто над тобой не давлеет, разрушить вот этот старый мир и порядок. Так, не мир и порядок, конечно, старый, ну, старый порядок, да, старое устройство вещей, вот, что поможет. Помогут некоторые вынужденные обстоятельства, вынуждающие обстоятельства, что будет мешать, какие препятствия. Но это, в принципе, нелегко. Будет сделать это всегда, скажем так, это не килограмм конфет купить, пойти и даже не связку дров принести. Это, конечно, всегда связано с некоторыми усилиями. Ну, давайте раскроем, что это здесь, да, конкретно, какое же тут, ну, не просто будет, какие препятствия. Препятствия будут то, что легко это не дастся, а конкретно в чем будут они выражаться, карта Звезда. Ну, кстати, кто-то долго может этот подыскивать вариант по карте Звезде. Карта Звезда – это мечты. То, к чему мы стремимся, не просто будет подыскать вариант, который как раз вот будет вас так удовлетворять по Солнцу на эти деньги, по Девятке Пентакли. Вот в препятствиях может быть длительный поиск жилья, который вас устраивает, да. Я уже сказала там все характеристики недвижимого имущества вас будут устраивать. Почему говорю недвижимости? Может, кто-то там дачу загадал или что-то. Вы найдете тот вариант, но вот в препятствиях выпадает длительный поиск этого варианта. Может быть, соответствие как раз вот этой цены, да. Вот оно в чем главное препятствие. Не буду здесь дополнять, да, чтобы лишних препятствий вам здесь не наделать. И давайте возьмем для вас совет. Если он, конечно, вам нужен, я думаю, здесь, в принципе, все понятно. Ну, давайте еще посмотрим. Скажем, не совет, а что карты сами еще расскажут, да, на эту тему. Что они сами захотят нам сказать, чего я не спросила. Королева Жезлов. Будьте активными, конечно. Стремитесь к своей мечте. Восьмерка Пентаклей. Вам все по силам. Я думаю, что, вот я уже сказала, здесь я не вижу проблемы с Пентакликами, да, с деньгами. Может быть, у кого-то работа высокооплачиваемая. Может быть, это будет место, с которым вам будет удобно добираться, удобнее добираться до работы. Но здесь вот выпадает, как бы, знаете, обратить внимание на вашу работу. Может быть, вообще, после приобретения этого жилья, солнце здесь настолько вам воспламенит, и настолько даст вам энергии, что вот вы превратитесь в королеву Жезлов активную. и, скажем так, захотите еще больше работать, еще больше, может быть, зарабатывать для своей семьи, для себя. И это как бы может вам дать, знаете, вот достижение вот этой мечты может вам дать толчок для следующей мечты, да. Вот она здесь, зависимость. Здесь дьяволу можно не пугаться. Здесь это зависимость в плане цикличности. То есть исполнение одних желаний как бы зарождают в нас новые желания, сеют новые семена. Когда у человека исполняется одно желание, в нем непременно зарождается другое, новое, и так пойдет по кругу. То есть вот у вас такой может пойти заряд вот этой энергии. Это я получил, теперь я хочу еще. Получил, хочу еще. Но в чем здесь, да, дьявол кроется в деталях? И здесь можно вспомнить сказку о рыбаке и рыбке, чтобы не остаться у разбитого корыта. То есть чтобы желания, они были, скажем так, но все-таки соразмерными и нечрезмерными. Вот пользуйтесь тем, что вам дает здесь судьба, шанс. Наслаждайтесь вот этим солнцем, но не требуйте слишком многого и слишком быстро. То есть развитие у вас пойдет, но здесь берегитесь вот, знаете, как что ли, не словите вот эту звезду, да, солнцем. Пользуйтесь положительной стороной солнца, а не ее негативными аспектами, потому что у аркана солнца негативный аспект – это гордыня. Поэтому вот чтобы не впасть в эту гордыню, как в сказке о рыбаке и рыбке, то есть старухе, поэтому вот здесь все-таки следите за своими желаниями. А так, в принципе, дьявол здесь обозначает цикличность желаний и их постоянное развитие и рост. Вот здесь и совет, и предупреждение, и как бы такое напутствие. Вот такой был расклад. Я вам желаю, чтобы здесь у вас все сложилось, все получилось. И благодарю вас за просмотр. Ставьте лайк, если вам расклад понравился. Комментарии пишите по вашей ситуации. Будет очень интересно узнать, совпадает с вашей ситуацией, не совпадает. Подписывайтесь, кто не подписан на мой канал, на Дзен также, на Телеграм. Ссылки все есть в описании канала, чтобы нам с вами не потеряться. Ни на новой квартире, как говорится, не на старый. Делитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми, для кого информация данная также может быть актуальна. И всем спасибо за просмотр. Всем до свидания.